друзья всем привет сегодня будем с вами обозревать 10.16 вышла уже на лайв сервера это обновление тут у нас небольшая заминочка получилось ириотов они выложили к сожалению шпаргалочку 1015 но я думаю скоро уже поправят и будет шпаргалочка 1016 вы сможете быстро посмотреть что убрали что добавили если что убрали звездное скопление ребят и пришла новая галактика у нас как ее звать ее короче звать я не помню как но смысл в том что когда вы продаете какого-нибудь чемпиона с собранным предметом то этот предмет разбивается на составляющие допустим если у вас стояла там не знаю условно с с гранью и вы ее продаете у вас из этого персонажа выпадает меч и выпадает перчатка то есть в чем смысл можно будет на старте прям сразу же варить предметы то есть собирать какие-то сильные сборные предметы и в дальнейшем уже перекидывать зависимости от того чтобы мы заходить то есть на старте терпеть и солить предметы не нужно будет вот в чем смысл мы здесь уже мы не будем отталкиваться этой штуки пойдемте дальше примечание обновления окей ребята уходит на афк будет небольшой следующий патч 1017 и 1018 патч будет уже какой-то такой насыщенный полноценный добавлены маленькие легенды новые ну как новые просто добавили дополнительные расцветки можно сказать в честь праздника вот этого цветения полно называть на пышнохвостик милизма и перья рыцарь получили новые скинчики из всех мне больше всего понравился пышнохвостик я знаю что лиса тоже хочет заполучить себе такую штуку если вдруг кто следит за каналом модератор наши вот я тоже хочу заполучить вот такой вот пышнохвостую красавицу и красавца не знаю никуда не заглядывай окей погнали дальше система новые галактики мир обломков вот оно как называется когда вы продаете чемпионов все его полноценные предметы разделяются на составляющие удаленная галактика звездное скопление звездное скопление напомню это где у нас были чемпионы т2 на карусели изменение повышающие удобства игры рецепты предметов уже здесь щелкните правой кнопкой мыши и увидите собственно рецепты будут также у вас подсвечены полноценные предметы рецепты теперь отображаются во всех всплывающих окнах с описанием полноценных предметов предметы переработали предметы которые были мало популярны и теперь вот как они выглядят рука правосудия восстанавливает 50 здоровья при попадании это было ранее теперь она восстанавливает 50 процентов от урона нанесенного и умениями и автоатаками то есть красный баф остался по-прежнему таким какой он и был желтый баф стал вот таким вот классным и мы теперь не будем с вами сильно расстраиваться когда он будет прокать на каком-нибудь там условно ганпланке либо на каком-нибудь чародеи с бэклайна на той же синдре допустим собрали вот от безысходности прилетел нам предмет и доставили с надеждой что будет чаще прокать красный баф теперь и желтый баф будет тоже работать отлично так стековый штык сверх лечения от этого предмета теперь дает растущий щит максимальная прочность 400 хп здорово привет на самом деле ранее тоже так работал сейчас его просто можно сказать и вернули тогда его посчитали слишком имбалансным его пихали просто везде теперь вот он возвращается прочность счета от медальона железных салари у нас был увеличен везде да нет только на серебре для серебряных чемпионов и для золотых чемпионов на 25 масштабирование урагана руна она от силы атаки теперь увеличен на 5 процентов основной урон от заточки статика был занерфлен на 5 урона но при этом появилась новая фича дополнение 85 чистого урона в цели на которых наложен щит и бы эффекты контроля честно я тестировал эту штуку довольно таки много раз на пбе сервере и мне не понравилось исходя из тех цифр которые я увидел если обращали внимание у нас вот сбоку есть шкала урона когда вы заканчиваете бой и в этой шкале красным подсвечен физический урон синим или бирюзовый или голубой кому как нравится подсвечен магический урон и белым подсвечен чистый урон и вот я ставил статики на шаю я ставил статики на эш 2 статика и сюдзин то есть она застанивала и начинала чистым уроном кусать и я посмотрел вот этот чистый урон был настолько незначительным а может быть 3 процента от общего может быть 4 процента это слишком мало было очень мало с другой стороны львиная доля вот этого урона приходится на щиты а система оценки вот этого урона как раз таки она не учитывает урон нанесенный в щит то есть он просто испаряется как будто бы его и не было поэтому может быть цифры не очень не очень правильные в любом случае я считаю что это баф статика и возможно кто-то более рукастый покажет насколько он эффективен шанс разоружения мечеломом был увеличен до 33 процентов такое значение тоже ранее уже было мечелом работает в этом значении замечательно на стрелках посмотрим что будет происходить с этой комбинацией технические особенности технически это не особенность но эффект похищения манна увеличение стоимости следующего умения цели у из реаля покрова тишины и похитители манны уменьшен с 40 до 30 увеличение стоимости следующего умения у цели а понял это они описали эффект похищения манны понятно не знаю насколько это правильно но из реаль но не то чтобы из реаль я думаю вот из этого списка нерфа я бы вычеркнул похитителей манны если вдруг не помните кто это за счет сложившейся меты это у нас и реле это у нас трэш и это у нас дариус похитители манны то есть когда они дают автоатаку если вдруг вы собрали этот бафчик то срезается манна на 40 теперь будет срезаться на 30 их нерфить не нужно было вы давно в этих где-нибудь на нормальных рейтах видели похитителей манны я очень давно ребят поэтому не знаю стоило ли вот что касается покрова да покров прям очень здорово контур чародеев и теперь даже не знаю чародей будет играться здорово а продолжительность увеличения скорости атаки хроновоинов хроновоинов под бафли очень очень здорово ребят у нас здесь уже будучи 6 чемпионов когда не полторы секунды и баф плюс 15 процентов скорости а секунда и баф с 15 процентов скорости вы представляете какой-то бафчик от исходя от изначального значения скинули 0 5 секунд балдеть ну и тут у нас 0 5 секунд скинули при сборе 4 до и самый жирный бафчик у нас на 0 25 секунд скинули здорово продолжительность прыжка диверсантов теперь всегда составляет 0 6 секунд ранее они были они быстрее достигали задней линии если игрок ставил их на передний ряд кстати в гайде об этом рассказывал если вдруг ребята кто не смотрел мой гайд там на самом деле сборки не самые актуальные сейчас но я дал много полезных советов в целом по игре в этот сет на каких персонажей стоит обращать внимание что по позиционке по предметам поэтому я вам рекомендую посмотреть где-нибудь сейчас ссылочка вот здесь вот в углу всплывет если вдруг не смотрели посмотрите урон от механических так это у нас по диверсант урон механического правосудия супер меха был понерфлен ребят на старте то есть пока нам бронзовые чемпионы вот они этот мир будет носить меньше то есть когда вы уже соберете серебро там у вас будет все то же самое прочный счета повстанцев увеличен при сборе шестерых и при сборе девятерых что касается сборки повстанцев я думаю ее нужно было усиливать именно на старте потому что ее проблема этой сборки как раз таки стартовая игра когда тебе начинают напихивать и ты такой знаешь доживаешь до лейт-гейма получаешь своего аврелия на соло приходит не знаю какой-нибудь там gunplank и шоты для команды и чиродейские либо не знаю там джейс еще кто-нибудь вот ну короче думаю нужно усиливать ранее игру для повстанцев чтобы они играли сейчас плюс еще и зерат который вносит этот свой ауе стан страшнющий шанс выпадения предметов у космопиратов был увеличен до 33 процентов на восемь ребят много можно много-много предметов теперь крафтить дополнительная броня авангарда была понерфлена при сборе шестерых на сотку я даже не знаю кто сейчас играет авангардов на нормальном элла именно шестерых авангардов не знаю то есть всегда выйти доставляют 4 мистика потому что лейт это у нас в основном магический урон чемпионы первый ранг фиор кидали 50 хп второй ранг похищение сил атаки за да неплохо так под бафли ребят на серебре и на золоте серебро добавили 8 процентов к похищению силу атаки на золотке добавили 10 процентов ман от пассивного эффекта барда была понерфлена на бронзе то есть теперь это так не работает как раньше взял поставил барда себя т1 кинул на него посох и он там дополнительно накидывает по десятке ман на себя и быстро-быстро вам делает мипов выходите вырывать вперед теперь его нужно делать т2 дополнительный чистый урон от избранного мастера и был подрезан на золоте на 25 чистого урона 4 ранг урон от ловли на живца физа в бронзе понерфлен на полтинник остальное осталось также скорость атаки джина была понерфлена 005 на всех уровнях кроме золота сил атаки джинкс увеличили прям на 5 она теперь всех расстреляет вот 5 урона и не хватало скорость атаки тима был была понерфлена на 005 стоит ли вот этот вот мерф 005 того чтобы вот этот вот красавец хомячок красовался вот здесь вот я не знаю мне кажется что нет пятый ранг урон от орбитального обстрела ганпланка был увеличен на сотку и на бронзе и на серебре это друзьям много с учетом что его часто собираются чародеями жестко жестко будет шотать особенности лопатки ну короче сборки через лопатку то что играются они были усилены повстанцы 9 штук получают 20 процентов урона взамен 15 ранее от каждого примыкающего чемпиона плюс 70 процентов ой 70 щита а просто 7 щита не процентов звездные защитники мана 45 до 60 и все равно это мусор ребята это все еще мусор потому что это очень очень мало для девяти чемпионов какой здесь момент вот эти вот 60 ранее были когда у нас собиралась 6 звездных защитников и мы такие думали блин у нас мана принтера соны нету но если вдруг не собрался нафига мне звездные защитники вообще тогда нужны возьму поставлю чародеев это будет сильнее сейчас приблизительно то же самое рожать вот этими лопатами звездных защитников чтобы делать их 9 и получить 60 прибавку но это бред реально я лучше не знаю сделаю силу природы и доставлю какого-нибудь действительно классного чемпиона дополнительно вместо этого кроме тур года или аврилина соло пример модифицированные 8 штук получили прибавку 120 то есть теперь у нас будет штука урона либо с штука лечения в зависимости от количества хп модифицированного темная звезда получила бафчик до 48 с 38 сил атаки сил умения увеличивается при гибели одного из тиммейтов диверсанты 6 штук получили бафчик 30 процентов скорости баланс трехзвездочных чемпионов тут на самом деле очень жирный я думаю вот основное основная работа которая была проделана которую мы ощутим это трехзвездочные чемпионы друзья уменьшение урона кибернетическим барьером леоны был увеличен на сто процентов друзья с 200 до 400 ее просто будет ничего не убивать я очень хочу собрать леону какую-нибудь знаете такую жесткую который будет ходить всех своим мечом резать дать ей сюдзина дать ей генсу и крит и потом еще жанку доставить чтобы она магическим уроном фигачила игнорировала броню энергетический щит мальфита с 60 до 70 процентов подняли на золотке урон от броска баклера попи увеличили на 25 процентов на 25 процентов в леоне дали сотку а попе дали 25 точнее не процентов а просто 25 даже не 25 процентов ребят они увеличили двенадцать с половиной процентов до такое себе прочность щита от броска баклера попи увеличили на полтинник всего урон от бомбы зигса увеличили на полтинник всего чемпионы второго ранга урон от сферы обмана ари был увеличен на полтинник но для ари это значительно потому что у нее во первых урон идет и туда и и сюда входит и выходит замечательно входит и выходит вот и при этом еще есть чародеи конечно которые подбафают этот урон дополнительно короче прям ари ари почувствовать золотая урон от галактического энергощита и не был увеличен на сотку прочность щита был также щит щит увеличен на соточку урон от ракетного захвата блиц кранга увеличили до 1437 почему такая цифра почему именно такая почему не 1330 или 1340 именно 337 черт их поймешь этих разработчиков почему они решили так возможно возможно они знают приблизительных у кого сколько хп по чемпионам когда они т2 и вот эта цифра она может является какой-то знаете такой пограничный что вот именно столько урона надо чтобы шотнуть каких-то определенных персонажей и не шотнуть других чемпионов я так это оправдываю урон от гильотины дредновый дариуса был увеличен на 888 вот такое увеличение уважаю нормально я бы даже доплатил за такие номера на машину урон от нескончаемой погони люциана 550 600 под бафли люциана очередной повод разыграть его через чародеев и через предметы и сидеть гиппер ролик люциана здорово прочно считать несокрушимого морды кайзера полтинник добавили такое себя урон от ударного кратера наутилуса до 500 и оглушение до 6 секунд подняли короче науто тоже седзина ему седзина представляешь 6 секунд стана и 500 урон седзина и критпак чтобы он взрывал а тут кто не взорвался просто стоял в стане и разглядывал как наутилус его якорем ковырять чемпионы третьего ранга урон от эми из реали был увеличен до 800 ждите на канале скоро соберу обязательно из реали с чародеями который будет взрывать команды с блубов чекам скрит паком у него радиус поражения почти как у гп хи поэтому из реалька будет веселый урон от огнемета рамбла был увеличен на 150 урон от умения вай увеличен на 250 до 1350 догнали плюс сплэшик увеличен на сотку то есть пока налетит до своей цели она дополнительный урон на сотку будет вносить 600 коэффициент урона последние битвы бэйн от сил атаки был увеличен на 50 чемпионы четвертого ранга на 50 процентов именно кстати очень сильный чемпионы четвертого ранга здоровья гнара после превращения до 5000 базовый урон от удара энергии ривен до 600 прочность счета до 1200 последняя порция до 1500 шота в чародеях просто все золотая ревна были все пятый ранг продолжительность огрушения от воющего вихря жанны с полторы секунды до 8 секунды вот кстати говоря у меня был стрим где я собрал всех легендарных чемпионов поставил на стол вот всех в т3 и сижу и думаю какой из них самый бесполезный и наверное ну самый бесполезный баф и вы знаете в предыдущем сете самый бесполезный баф у легендарного когда он становится т3 был у зэда в этом была жанна вот однозначно жанна то есть полторы секунды да там скорость автоатаки прям скейлилась по сумасшедшему но с другой стороны золотому гп пофигу золотом а да там много камовых золотых чемпионов было пофигу а вот 8 секунд стана это сурово это очень сурово здорово классное изменение друзья вам спасибо за то что смотрели но давайте наверное еще немножко подытожим да я не думаю что повстанцы заиграют прям очень классно их нужно немножко с их раннюю игру усиливать а что касается там вот 9 повстанцев собирать не собирать это это во-первых очень тяжело реализовать во вторых ты будешь терять в предметах если ты собираешь лопаты и собираешь этих повстанцев и не сможешь как-то красиво укомплектовать своих основных чемпионов которые вносят урон то есть зачастую против сильных сборок это будет плохая линия и плохая и маловероятная то самое обидное то есть что тебе дожить до этого потому что стартовая игра страдает пока ты не собрал вот эту т2 джинкс пока у тебя нет там дракона т2 заряженного тяжело плюс еще нужен и гпх в этой сборке поэтому не думаю что прямо не заиграют что касается нерфа снайперов снайперов не понерфили сделали вид то есть этот 005 скорости то что сняли это все бред вы даже не не ощутите никакой разницы они игрались так и будут играться причем играться здорово небожителей заступников не трогали все еще играется здорово темных звездочек оставили по-прежнему все 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 короче как есть только золотые чемпионы будут играться здорово многие ну и сборочки через люциана возможно мы увидим возвращение блудной дочери возвращение войны в киберах надеюсь надеюсь киберов было весело играть было весело обузить на топору сервера согласиться потому что топ играл только киберами больше ничем на этом друзья все за просмотр спасибо обзорчик надеюсь понравился пролайкать что-нибудь написать не забудьте в комментариях чем вы будете тащить чем вы будете побеждать и какой контент вы хотите видеть в дальнейшем на канале всех обнял всем пока